Друзья, дорогие трейдеры, всех приветствую, с вами Педром Рауф и вы смотрите ежедневный обзор рынка. В течение этой программы мы разберем в целом важную ситуацию, которая есть на фондовом рынке, потенциал энергии движения на разных активах, на форекс-парах, на криптовалюте и также на фондовом рынке. Посмотрим, какие есть более-менее новости, от которых можно делать какие-либо выводы, с целью того, чтобы ориентироваться по тренду движения для торговли внутри дня. Спасибо, что комментируете видео, спасибо, что ставьте лайки. Не забудьте, если не подписались на этот канал, обязательно подпишитесь, потому что есть очень много, достаточно большого количества контента, который, возможно, вам очень сильно понравится и будете применять в работе. Начинаем, как обычно, с фондового рынка США, ситуация, которая сейчас на нем продолжается. И продолжим в целом, после этого по форекс-парам пройдемся, на графиках разберем ситуацию на рынках и после этого перейдем к криптовалюте. По поводу сегодняшнего дня, смотрите, есть очень интересный релиз за сегодня на экономическом календаре, на котором стоит обращать внимание. По поводу Британии, через 30 минут, конечно, этот релиз относительно негативный, но индекс деловой активности в производственном секторе нужно уже чисто по фунту смотреть, какая у него ситуация, но по большому счету для этой пары фунт-доллар лучше отталкиваться от самого доллара, почему? Потому что по нем новости более важны сегодня, поэтому давайте мы их разберем, именно релизы, которые будут. США 15-15 по МСК, изменение числа занятых в несоверскохозяйственном секторе ADP или же Non-Farm, которые выходят у нас, и они очень важны, очень известны, от них лучше отталкиваться, то есть на них лучше обращать внимание. Идут на повышение, то есть прогнозы на повышение. И по поводу встречи ОПЕКа тоже многие ожидают, что в целом программу сохранят они с целью повышения, умеренного повышения запасов, так у них это называется, но на самом деле это как бы по-своему программа, которая по факту будет давить на цену нефти. И сегодня есть еще релизы по нефти, по запасам серой нефти в 5.30, которые еженедельные, возможно из этого можно ихнюю важность немножко снизить, сделать из них более короткосрочную такую важность. Дефицит увеличивается, тут кстати это довольно хорошо, то есть по прогнозам дефицит должно увеличиваться, это должно хорошо повлиять на цену нефти, но опять же в случае если сегодня коррекционно доллар будет двигаться вверх, то нефть может оказаться под давлением, нужно на это посмотреть уже технически сегодня на картину. на графиках. В целом вот эти основные релизы, которые есть, по поводу новостей, которые более-менее важны, и сегодня мы их ожидаем по поводу встречи опека, и в целом о том, что лучше после выхода релиза по запасам серой нефти, и в целом по ожиданиям, которые есть по поводу опека, на нефть относительно смотреть скорее всего, исходя из релизов позитивно, но не исходя из встречи негативно, но лучше всего, когда есть такая ситуация непонятная, определенно непонятная на рынках, который уже, кстати, давно продолжается, лучше обращать внимание на энергию движения самой цены, которая, кстати, везде, в основном на всех графиках, боковое, то есть в рамках определенной консолидационной, определенной консолидационной боковики происходит, и дает очень хороший сигнал с целью торговли внутри дня. Начинаем обзор с индекса S&P 500, с прошлого раза, с прошлой встречи нашей, со вчера. Посмотрим, как он двигался, и какие цели он достиг. 31-го в 10 часов. С момента прошлого обзора. Вчера мы заметили обновление вот этого максимума, и довольно энергетичное обновление, то есть очень таким, довольно неплохим импульсом. И, исходя из движений, которые есть по S&P, на самом деле было очень логично ожидать последующего снижения коррекционного. До целевой отметки 4520 снизилось, до 4500 нет. В целом ситуация смотрится на фундаменте все еще позитивно. По поводу решения по повышению процентной ставки и же сокращения программы покупки облигаций США ФРС пока еще ничего особо не говорят. Поэтому позитив все еще остается. Технически смотрится относительно тоже хорошо, но именно в данный момент, именно сегодня, если смотреть на часовой график, и на 30-минутный, и также на 15-минутном, конечно, прямых сигналов о развороте сильном нет. Цена довольно умеренно поднимается и приближается к максимумам, и такое движение может в дальнейшем обновить вот этот максимум и создать новый максимум в будущем. Но опять же, стоит ли в течение дня сегодня на это сделать какую-либо ставку? Посмотрим на индекс доллара, как он себя ведет. Доллар консолидируется, но вероятность того, что он продлит свой рост, скорее всего, больше, особенно исходя из вот этого нисходящего, из этой нисходящей свечи, которая по факту протестировала относительно диапазон поддержки, которая, кстати, здесь была протестирована, и здесь, и здесь. То есть, по факту вот этот отбой вверх, он может быть довольно хорошим. Среди того, чтобы ставить, опять же, внутри дня на покупку доллара и на продажу фондового рынка. Опять же, друзья, обращайте внимание, все, что я говорю вам сегодня, или в целом на обзорах, это не сигнал, это не рекомендация, а просто мнение о ценовом движении и анализ рынка. Дальше, по поводу Dow Jones, кстати, с прошлого раза отбой от вершины состоялся. То есть, отбой вот этой верхней границы канала, он состоялся. Цена прорвала нижнюю часть, нижнюю границу, но дошла до последующей цели, которая на отметке 35 400 была назначена. То есть, цена по факту от этой отметки развернулась и снова приближается к этим максимумам. Как мы видим, в рамках этой консолидации, на самом деле, и мы проводили предыдущие обзоры, и акцент именно был больше всего на Dow Jones, о том, что он более красиво это движение может осуществлять, и он осуществляет ее. Причем потому, что S&P довольно такой уже как бы показатель эйфории больше, чем правильная техническая картина относительно. Но по самому S&P 500 тоже, кстати, движение относительно хорошо продолжается. Умеренно и в рамках канала восходящего. По парам евро, фунт, австралийц и новозеландец. Они, кстати, все тоже относительно на хаях внутридневных. Импульсы, которые есть на австралийце и на новозеландце, после которых по факту они протестировали якобы свои локальные максимумы, немножко пугают. То есть, с целью открытия лонгов сейчас, наверное, все-таки не очень хорошая ситуация. Опять же, 15 минутки, тут очень большая тень в районе сопротивления. Насколько можно ставить на последующий его рост, насколько будет доллар падать? Но доллар сам индекс не дает такие сигналы. Поэтому все-таки здесь насчет падения доллара США. Насчет дальнейшего сценария по австралийцу, по новозеландцу, по австралийцу и по новозеландцу, к сожалению, можно ставить на определенную коррекцию, которая, скорее всего, из-за вот этого сильного поджатия к максимуму может продлиться не до самого низа вот этого канала, то есть не до отметки 0,70, например, 30 для новозеландца и 0,73 для австралийца, а до середины. То есть это для австралийца до отметки 0,73-20. Но в случае, если она пройдет импульсивно вниз, то это хороший сигнал в сфере того, чтобы им пользоваться для последующих покупок. Если это снижение в дальнейшем, о котором мы говорим, о котором мы предполагаем, будет произойти умеренно и с поджатием вниз, и с понижающими максимумами постепенно, то это не очень хорошо для быков по австралийцу и по новозеландцу. В целом по поводу GBP, по поводу фунта и евро ситуация приблизительно похожа. Тут, к сожалению, в районе вот этого сопротивления есть ретест, есть расширяющаяся формация. То есть ставить на последующий рост до момента возвращения и закрепления цены евро под 1,18 можно. Это очень классная отметка. Мы, кстати, от него отталкиваемся уже давно, кстати. И по GBP до момента возвращения цены под 1,3720, скорее всего, покупки актуальны. Но опять же, внутри дня цена может приблизиться к этим отметкам. Возможно, не до самого низа, но хотя бы до 1,3740. В случае, если доллар сделал восходящее движение. По золоту, по защитным активам, по золоту, по серебру мы видим, приблизительно именно в данный момент сейчас тестируется определенный минимум. То есть не минимум, а локальный. Да, локальная поддержка, которая протестировалась и здесь. Насколько можно ставить на последующее снижение? Опять же, может ли она продлиться хотя бы до следующих минимумов? Но опять же, тут нужно тоже быть очень осторожным. Скорее всего, тут может быть при таможении определенного рода. Это именно есть тот намек на возможности дальнейшего роста доллара в целом. Который сегодня может произойти. Есть определенный накопление, на котором мы показали на графике индекса доллара. В случае, если что. И по серебру ситуация приблизительно такая же. То есть есть определенная такая формация. Есть определенное поджатие к минимумам. Но вот эта тень смущает очень сильно. То есть в краткосроке, насколько можно ставить дальнейшее снижение серебра? Опять же, насколько глубоко оно будет продолжаться? Тут немножко есть боязнь. Особенно исходя из того, что вот эта отметка относительно зеркальная. Можно его назвать диапазоном, можно его назвать отметкой. Но в целом вот этот диапазон, он относительно зеркальный. Поэтому нужно отталкиваться обязательно от, уже по итогам выхода цены от этой консолидации, по золоту, который здесь происходит. То есть 1814-1806 приблизительно. По итогам выхода цены от этой консолидации уже будет лучше. То есть закрепление под этим диапазоном, либо же над ним. И имейте в виду, что внутри дня в случае, если произойдут какие-нибудь импульсивные ретесты этих двух границ, то последующие снижения на него можно ставить больше и уверенно. Последующий отбой, точнее, извините. От отметки, от границ, боковиков, в которых цена продолжает двигаться. По поводу нефти, кстати, сегодня, в общем, мы ждем выхода данных. Должны быть они позитивными, хорошо должны повлиять на рынок нефти. Но, опять же, в случае, если доллар еще будет колебаться над той поддержкой, которую мы показали, то нефть может протестировать ближайшие минимумы. И еще раз показываю и по нефти, и по евро, и по новозеландцу, и по австралийцу. То есть, вот этот диапазон нисходящего движения, вроде бы, вроде бы, на него есть какие-то намеки, что он может протестироваться, но он не находится прямо вблизи локальных минимумов. То есть, мы взяли какую-то середину, да? Какую-то середину диапазона и по евро, и по фунту, и по австралийцу, и по новозеландцу тоже. Который может протестироваться, и дальше цена уже развернуться вверх. Или же продолжать свои колебания, или же поджатие к максимуму. И по поводу биткоина, и по поводу эфириума, по поводу криптовалюты, скорее всего, сегодня будет у нас еще один эфир, который чисто будет по крипте, поэтому не забудьте, посмотрите. По биткоину, со вчера 47 тысяч 46 500 протестировались, и цена идет вверх. Тут действует очень классный диапазон, с которым можно отталкиваться. 47, скорее всего, 700. 47-700 выше укрепления, это хорошо. А в случае, если 47 500 протестируется импульсивно, то это в момент, в мгновение, может быть, не очень хорошо, может привести к тому, что продлится еще вот консолидация где-то здесь приблизительно. Но в целом, картина хорошо смотрится относительно короткосрочной спекулятивной торговли. По поводу эфириума, как мы видим, совсем независимо от биткоина двигается. Почему? Потому что по факту новостной фонд и сам технический, технологический фонд эфириума, она отдельно от биткоина, и с недавних пор мы акцентируем внимание, то, что вы обращали внимание, что и по отношению к альбиткоинам, и по отношению к стейбелькоинам, и разным основным криптоактивам, нужно быть осторожным, потому что они свою корреляцию позитивную потеряли полностью, и они двигаются в разные стороны по факту. Мы, кстати, этот вопрос сегодня разберем обязательно в следующем эфире в 2 часа. По поводу эфириума, что есть для внутри дня. Импульс очень сильный, он меня смущает. Для короткосрока я бы, конечно, тут не трогал его. Для короткосрока с целью покупки я его не трогал. И что это за линия у нас продолжается? Это линия якобы восходящая канала, которая прорвалась, но цена на дне еще поднимается. Но не факт, что она уже имеет какого-либо значения, вот этот канал. Поэтому делаем свои границы, ставим 3000, пусть будет 350 приблизительно, и 3300. Это будет диапазоном коллекционным. Если цена до него не дойдет в будущем, если цена его протестирует импульсивно, то это хороший знак. Если к нему будем поджиматься, то не очень. Друзья, спасибо, что посмотрели сегодняшний эфир. Надеюсь, он вам понравился. В случае, если есть какие-то активы, которые вам хотелось, чтобы я их тоже разобрал, укажите обязательно в комментариях. Не забудьте подписываться на наш канал. У нас есть очень много интересных другого формата видео и обзоров, которые вы тоже можете посмотреть. И обучающие тоже. Поэтому не забудьте обязательно подписываться на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе, какие еще у нас выходят интересные обзоры. До следующей встречи. До завтра. Всем хорошего здоровья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин